Здравствуйте, я Кристина Шалашенко, психолог и гештальтерапевт медицинского центра ВИТО. Сегодня я расскажу вам, как жить рядом с зависимым человеком. Жизнь с зависимым тяжелая, эмоционально выматывающая для родных зависимого человека. Родные пытаются спасти, вылечить зависимого родственника, пытаются вразумить, объяснить, как они переживают, как губительно влияет зависимость на его здоровье и семью, что ему нужно перестать употреблять, лечиться. Но все эти попытки, к сожалению, имеют лишь временный результат или вовсе никакого. Практически вся жизнь родственников зависимого сводится к переживанию, контролю и заботе о зависимом человеке. Человек перестает жить своей жизнью и своими интересами. Он начинает испытывать к зависимому различные чувства, от жалости и желания помочь, до раздражения, гнева, ярости и бессилия, когда он выходит из-под контроля. Отношения похожи на американские горки, есть только плохо или хорошо, середины не бывает. Со временем человек чувствует себя подавленным, обреченным. Появляются психосоматические заболевания, такие как головные боли, бессонница, панические атаки, тревожные состояния, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Такую плату они платят за иллюзию контроля над другим человеком и за отказ от своей собственной жизни. В психологии есть термин «созависимый», так называют родственника зависимого, включенного в жизнь зависимого человека. Созависимость – это патологическое состояние, проявляющееся в социальной, эмоциональной, социальной, иногда и физической зависимости от другого человека. Созависимость и зависимость разрушают жизнь человека, из нее нужно выходить. Что же нужно сделать, спросите вы, чтобы помочь себе и зависимому человеку? Первое, что нужно понять, что исправить себя тяжело, а исправить другого человека еще и без его желания просто невозможно. До тех пор, пока сам зависимый не захочет избавиться от зависимости, вы мало чем можете ему помочь. Вы можете предложить ему свою помощь в том случае, если он решит лечиться, а в другом случае это его выбор, и вы мало как можете на это повлиять. Понять, что помочь – это не сделать за другого. Не оформлять на себя кредиты, чтобы погасить чужой долг – это только порождает безответственность зависимого и способствует дальнейшему употреблению. Каждый взрослый человек несет ответственность за свою жизнь. Если он ее не берет, то за него это делает кто-то другой. Поэтому ответственность обязательно нужно передавать обратно. Далее нужно переключить внимание зависимого на себя. Вспомнить, что вам нравилось, чем вы увлекались раньше – работа, хобби, увлечение, общение. Ваша жизнь должна быть на первом месте. Повышение самооценки – очень важная часть для созависимого человека. Важно вспомнить сильные черты вашей личности и сфокусироваться на них, а с тем, что вам не нравится – проработать. Учиться находить приемлемые способы выражать свои истинные чувства и не заниматься накопительством их, так как это приводит к психосоматическим заболеваниям. Когда один человек в семье меняется, начинает меняться вся семейная система, поэтому ваши изменения будут влиять на всю семью. Начать нужно с себя. Помните, ответственность за свою жизнь несете только вы. Какой бы вы ни сделали выбор – жить чужой жизнью или проживать свою – будет правильным для вас. Главное, чтобы этот выбор был осознанным. То, о чем я сегодня говорила с вами, является лишь вершиной айсберга под названием созависимость. Лучшая рекомендация, которую я могу дать – это обратиться за помощью к компетентному специалисту, психотерапевту, специализирующемуся на работе со сложными и зависимыми отношениями. С вами была Кристина Шалашенко, психолог и гештальтерапевт.